Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем наш разговор об испанской карьере Фёдора Смолова и сосредоточимся на очередном матче его коллектива. Сельта играла против Фильгериала и уступила с минимальным счётом, пропустив мяч на последних, ну, почти что секундах матча. Там всего ничего оставалось до финального свистка, но в итоге голисийцы остались без очков. Смолов не попал в стартовый состав, появился по ходу встречи и давайте разберёмся, что же здесь произошло, каким образом действовала Сельта и как показал себя Смолов. Друзья, хочу посоветовать телеграм-канал FloraBet, где мы публикуем прогнозы профессиональных каперов, в качестве которых мы убедились лично. Вы сможете зарабатывать на их прогнозах так же просто, как и мы. Для этого вам нужно просто пройти на телеграм-канал по ссылке в описании и начать зарабатывать вместе с нами. Итак, если говорить о стартовом составе, то, как я уже отметил, Смолов сюда не попал. И на мой взгляд, это была одна из ошибок главного тренера Сельты. Как мне кажется, именно классического центра фойварда здесь и не хватало. И более того, если посмотреть на стартовую обойму, то здесь в основе появился очень непонятный игрок по фамилии Эрнандес. Ну, распространённая фамилия, но вот данный конкретный Эрнандес – это ещё тот кадр. Человек в 25 лет только начал попадать в основу Сельты. До этого он по большей части выступал за дубль команды. Ну и плюс выступал за разные клубы из низших дивизионов. То есть, прям, скажем, перезрелый плод. Человек, который долгое время не соответствовал уровню первой команды. Да и сейчас. Если брать первые встречи, то он появлялся со скамейки на 10-15 минут. Просто активизировать действия на фланге полузащиты, на фланге нападения. А здесь ему доверили место в стартовом составе. И чем это закончилось? На 45-й минуте, то есть сразу после перерыва, его нафиг меняют. То есть, мягко говоря, он не вошёл в игру. Если брать других футболистов, понятное дело, Ягуаспас в любом случае должен появляться. Но почему появился Санти Мино? Чем он заслужил такое доверие? Чем заслужил тот же самый Эрнандес? На мой взгляд, Смолов был бы куда актуальнее. Во-первых, в плане уровня игры. На мой взгляд, то, что Эрнандес уступает Смолову, это видно любому заячьему болельщику. Особенно по тем 45-минутам, что Эрнандес показал, выйдя в стартовом составе в матче против Вильгериала. А что касается Санти Мины, то главное преимущество Смолова здесь не столько в уровне игры, сколько в типаже. Мина – это ещё один блуждающий, манёвренный нападающий, который, в общем-то, мало чем в этом плане отличается от Аспаса или Эрнандеса. Это тоже игрок манёвра, а Смолов – это больше нападающий остыря, который мог бы сделать игру с Эльте разнообразнее. И в результате, если брать отрезок до того, как вышел Смолов, там был полный провал по ударам. Владение было, кстати, 39 на 60 в пользу Вильгериала, то есть те ещё и владели мячом прилично, но по ударам преимущество ещё больше – трёхкратно. Четыре против двенадцати. Это, конечно, полный ужас. И вообще говоря, по факту, сейчас главная проблема с Эльтой – это, конечно, забитые мячи. Я напомню, третий матч команды не может отметиться взятием ворот. При этом, да, она мало пропускает. Если бы здесь ещё удержала на ноль эту встречу, то получается третья нулевая ничья подряд. Ну, не так плохо и не так хорошо. Команда, во всяком случае, всё ещё держится вне зоны вылета. Но согласитесь, для того, чтобы добывать очки, нужны забитые мячи. А для того, чтобы забивать мячи, нужны центральные нападающие. То, что сейчас происходит у Сельты – это, знаете, выстрелы холостым ружьём. Это попытки бесконечными вот этими комбинациями, обводочками что-то такое соорудить впереди. А без классического страйкера это не пройдёт. Мина и тот же самый Ягу Аспас, они по-своему хороши. Ягу Аспас – это и вовсе легенда клуба и великолепный футболист. Но Ягу нужен центральный классический форвард рядом. Как было в прошлом сезоне, когда он в паре со своим уругвайским напарником-великаном прекрасно взаимодействовал. Вот и сейчас нужен классический центр-форвард. Аспас – это игрок, который должен блуждать. А блуждая, он фактически оставляет команду без центрального форварда. Без девятки. Когда ты его ставишь вперёд, он не будет действовать в роли классического наконечника. Он будет действовать, как и всегда. Будет тащить команду, тащить по флангам мяч и так далее. А на острие футболиста не будет. Вот и выходит, что удары 4-12. А если брать весь матч в целом, то 4-15 в пользу тех самых игроков Вильгариала. Поэтому здесь, на мой взгляд, главный тренер на 100% ошибся с составом. Что касается выхода Смолова, это произошло уже под занавес матча. Сперва появился он, через 3 минуты появился Денис Суарес. И команда перешла на схему с тремя центральными защитниками. И Смолову здесь отдавалась функция одного из нападающих. В общем-то, хотелось бы отметить, что это была уже ставка на атаку. Если мы посмотрим статистику, то вот в последние минуты, когда Смолов появился на поле, владение уже было в пользу Сельты. 50,9 против 49 у Вильгариала. То есть, казалось бы, Сельта пыталась перехватить инициативу. Но по ударам опять 0-3. И с чем это связано? Ну, во-первых, с тем, что Смолову, как и любому нападающему, нужно время, чтобы войти в игру. Вот так вот, появиться на несколько минут и забить мяч, такое бывает, конечно же, периодически. Но ждать регулярно таких действий от любого нападающего бессмысленно. Разумеется, если этого нападающего не зовут Сульшер, который всегда умел выйти на замену и соорудить что угодно из ничего. То есть здесь, на самом деле, Смолову нужно было дать больше времени. На мой взгляд, нужно было выпускать его сразу после перерыва, вместо того самого Эрнандеса, который не вошел в игру. Но было выбрано другое развитие событий. На мой взгляд, это еще одна ошибка Оскара Гарсии, главного тренера Сельты. Ну, а касательно финальной стадии матча, до Смолова просто мяч не доходил. Вы понимаете, к тому моменту Вильгариал уже достаточно основательно закрылся на своей половине, очень плотно встречал атаки соперника и до Феди снаряд толком не долетал. За все вот эти минуты, что он провел на поле, он сделал всего две передачи. Одна из них удачная, одна неудачная. Но, кстати, неудачный пас был достаточно перспективным. Он нагрузил на Аспаса, и там же Серхо Асенхо смог в итоге в героическом прыжке снять мяч с головы Аспаса. То есть, так или иначе, Смолов мог создать опасный момент, но в результате там Сережа Асенхо неплохо отработал. То есть здесь мы видим, что он пытался обострять. Но обратите внимание, Смолов, получается, снова работал скорее в подыгрыше. Ему не дают действовать на острие, не дают действовать в атаке, там, где он привычен, там, где ему удобнее. Вот это меня больше всего смущает. И поэтому неудивительно, что его статистика не впечатлила. Всего две передачи, одна попытка обводки, одна попытка отбора, неудачная попытка и оценка 5,9. По версии Хускорт, если брать весь этот игровой отрезок, когда Смолов был на поле, то получается 5 игроков получили оценки выше, чем Смолов. Он казался, условно говоря, здесь шестым по рейтингу эффективности. То есть середняк не хуже и не лучше остальных. Но он-то выходил для того, чтобы спасать игру и приносить победу своей команде. Но, как я уже отметил, недостаточно времени ему выделили и, что самое главное, использовали его как-то непонятно. На какой-то непонятной блуждающей позиции. Опять же, Смолову нужно играть на острие, там он будет эффективен. Там он забил тот же самый гол Реалу. И чем быстрее руководство Сельты и тренер поймет это, тем лучше будет и Феде, и самой Сельты. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.